К другим темам. Хороводы, дегустация национальных кухонь и даже вручение паспортов. Главный праздник страны, День России, отметили на Бирюзовой Катуни. Там побывала Анастасия Романова. Алтайцы, кумандинцы, казахи, татары и поляки. На территории Алтайского края проживают около 140 национальностей. 12 июня на Бирюзовой Катуни вместе с сотнями жителей Алтайского края они отмечали День России. В этом году фестиваль пятый по счету. В программе хороводы, яркие концертные номера и даже дегустация национальных кухонь. Уже у нас очередь, на всех конечно не хватит, потому что все равно мы пробовать давали в процессе приготовления. Но всем очень нравится, все очень просили рецепты, я уже много раз его повторяла. И люди говорили, что будут включать это в пищу, которую они каждый день кушают. В этот раз фестиваль День России на Бирюзовой Катуни тематический. Посвящен году экологии и 80-летию Алтайского края. Среди участников больше 600 человек из республики Алтай, Новосибирска, Читы, Владивостока, Красноярска, Москвы и даже Казахстана. Праздник государственный становится праздником действительно всенародным. Мы наполняем этот праздник очень серьезным содержанием. Мы очень трепетно, бережно сохраняем свои культурные истоки. И на фестивале с достоинством это демонстрируем. Принимаем гостей со всех концов России и за рубежа. Финальной частью концертной программы стала церемония вручения паспортов юным жителям Алтайского края. Главный в жизни документ получили 13 детей из Алтайского, Красногорского, Советского районов и города Белокурихи. Я, конечно, этого очень ждал. Я стал полноценным гражданином своей страны. Я очень рад этому событию. Уроки общества знаний нам объясняли, какие законы нельзя нарушать, как нужно вести себя в обществе. Народные гуляния шли до позднего вечера. Не испугал гостей даже дождь. Чему удивит следующий день России? Узнаем ровно через год. Встречаемся на Березовой Катуне. Анастасия Романова, Антон Червяков. Новости. Празднование Дня России прошло и в краевой столице. Десятки развлекательных и спортивных мероприятий объединили барнаульцев и гостей города. Одну из площадок по сдаче норм ГТО организовал Барнаульский пивоваренный завод. Мы помогаем в освещении определенных мероприятий, спортивных или культурно-массовых, без разницы. А это очень важно для организаций, которые проводят турниры или соревнования. Также это обеспечиваем питьевой режим, то есть водичку предоставляем на соревнования или куда-нибудь. И призовой фонд.